Как-то ни странно получается, но если я начинаю рекламировать, есть люди, которые потом думают, а почему наши пельмени не продаются таким же способом, как это делает пельменная Путник. Я не против, я не против. Я даже могу вам показать, как все это делается. Тем более, когда все это делается в Магнитогорске, то есть рядышком с городом. Есть такой поселок Аскарова, ну все знают, что это такое, и все бы хотели там выжить. Но люди почему-то ездят на банное, ну да ладно. Аскарова тоже хорошо. Натуральный продукт. Давайте покажем вам, что такое натуральный продукт, а что такое нет. Я вам это продемонстрирую своими руками. Хотите, пожалуйста. Меня всегда радовало Уральское село, тем, что оно производило. Мы по сути кормили большую часть не только России. Луга, стада, свинарники. Вы забыли, а я нет. Но кстати, и сейчас все это можно восстановить. И вы думаете, что Челябинская область немножко просела? Ну так у нас есть Башкирия. И где все это делается? Да в Аскарова. Там и телятинка есть, и свининка. И телятинку, и свининочку мы вам добавим в фарш. Как и в нормальное тесто, куда добавляются яйца. И вот мы сюда и приехали, чтобы показать процесс изготовления фарша, а также тесто из нормальных продуктов из Аскарова. Так вот, о чем мы сейчас говорим. Это настоящая фабричная большая мясорубка. Но в связи с тем, что структура занимается не только производством пельменей, она еще и манты, и все остальное, то возникает два варианта. То есть как все это дело делается? Если вы хотите пельмени, то вот такую штуку сюда ставите. Если вы хотите для мантов, то мяса должно быть больше. И вот такая штука. Дальнейший вариант. То есть мы вам в действительности показали, из чего что-то делается из нормального свинины, из нормальной говядины. Как все это делается? Вот вообще, или просто. Так вот делаем. И вот получаем нормальный результат. Я вам сейчас продемонстрирую. Вот настоящее мясо, да? Грузик. Потом сюда добавим луку, естественно. Все у вас на глазах. Смотрите сами. И все. А потом из этого же мяса уже делаем пельмени. И стало все понятно. И по сути, вы зайдите в магазине, и что вы увидите? Пельмени дешевые. А из чего они? Вы хотите это знать? Так и сделаем. Я вам показывал, как вручную лепятся пельмени в натуральных продуктах из Аскарова. То бишь, здесь нет лепнины. Здесь то самое приготовленное мясо. И посмотрите, какое тесто. Я бы ум отъел. Но сегодня это работа телевидения. А теперь другой вопрос. Конкуренты типа дешевые. В связи с тем, что я уже делал замечательный сюжет про пельмени, я скажу, ребят, ни один и ни одна структура ваш город пельменями не накормит. Это, извините, бред силой кобылы. Потому что, чтобы накормить город Магнитогорск пельменями, их надо выпускать 50 тонн. Понятно? То есть понятно, что в Путнике это только Ленинский район. Теперь мы приехали туда, где ваши пельмени лепят. Естественно, вы не сможете все это дело взять. Но вы теперь поймете, какие пельмени вам надо брать. Для начала мы вам все это дело демонстрируем. Из чего все делается. Вот сейчас я немножко возьму. Другого варианта нет? Открою специально. Вот. То бишь, это пельмени, которые здесь лепят. Вот они такие. Если вы сильно и посмотрите, то вы поймете результат. Пельмени сделаны из нормального теста. Ну, про мясо мы уже все поговорили, да? Это другие пельмени. Вот это машинная лепка. Это то, что делается здесь. Обратите внимание, вот эти машинные пельмени, и вот такие, да? Ой, простите. То есть, вот это может разойтись. Сами пельмени, вот обратите еще раз внимание, то есть это пельмени с... как эта штука называется? С яйцом, естественно, что-то вылетело из башки. А это, похоже, нет. То есть, даже разница другая. Поймите, да? Ну, вот. Теперь из чего остальное делается, да? То есть, мы говорим про хинкали. Вот это делается. И теперь вопрос, из чего, что там внутри? Такие же хинкали делаются и здесь, но только разница, понимаете, да? Разница. Или лепница, которая собирает все это дело, или самолепные пельмени. Здесь самолепные пельмени. Да и просто откроем, сейчас продемонстрирую. То есть, берем неправильные хинкали. Сейчас мы аккуратно разрежем. Да. И аккуратно разрежем местные хинкали. Так. Ну, вот, в принципе, должно быть понятно, да? То есть, количество фарша здесь и здесь, да? Я не говорю, что фарша здесь может быть больше. Объясню ситуацию. Фарша может быть больше, но какой он фарш? Есть кто добавили? Сои. Соя? Фу, какашка. Или настоящий фарш. И даже, вот посмотрите внимание, да? Посмотрите внимательно. Вот, я сейчас вот. Видите? Вот, из какого теста, из какого фарша здесь делается. То бишь, ребят, прежде чем, тут вопросов-то нету. Когда вы приходите, сейчас расскажу, вы можете это все дело попросить. Дайте мне вот это или вот это, да? Если вы увидите качество теста, другое, берите то, где есть желтизна, естественно. Ну, и поймете, чье это. Вот. В принципе, ну, давайте еще раз проверим вот эти пельмени я разрублю. Ну, и вот эти. То же самое, да? Разница в тесте, разница в коричневом. Ну, вот так развернем. И вот так развернем. Продемонстрирую внимательно. Вот это нормальное пельмени. Видите, даже тут фракции мяса. А здесь, ну, непонятно что. Ну, непонятно что. Вам возникает вопрос, какие пельмени вы будете кушать? Сделано из натурального мяса или из, непонятно чего? Я предпочитаю, что это натуральное мясо. Тем более, что цена, ну, кстати, не самая большая, по сути. А потом все это замораживается в шок-камерах и на ваш стол. И мы приехали туда, где все это есть. И вот вам правило. Смотрите за штендерами. Покупайте только то, что делается из нормального теста. Поймите сами. Нормальное тесто имеет цвет желтка. Средите за лепкой. И начинайте кушать натуральные продукты из Аскарова. И так вы можете эти пельмени купить. Потому что они доставляются вам из Аскарова. Где они продаются? Ну, фактически в сети Фаэтон. Это мост, это центральный рынок, это радуга вкуса. Ну, и еще одно место есть тоже. Вы уже обратили внимание, да? Здесь также много-много, очень много пельменей. Но это же рынок. И вы, в принципе, вправе показать. Дайте мне вот это, дайте мне то. Если нет, ну, извините, это все-таки не аптека. Это в аптеке. Вы ничего не можете купить. И иногда травитесь всякой билибердой. Здесь, пожалуйста, посмотрите. Вот. Если что-то у вас не получается, то есть замечательный телефон, по которому вы можете пельмени к себе заказать. Никаких проблем абсолютно нет. Итак, телефончик. Я просто не запоминаю. Но у меня он есть на сотовом. 8 982 285 29 84. Еще раз напомню, это дивный телефон. 8 982 285 29 84. 24. Заказывайте и вам эти пельмени или хинкали, или да там видели, что все что угодно они продают. Причем качественное. Мы вам показали, как они это делают. Доставят и в дом, и в офис. И вам никуда ехать-то и не надо. Корректор А.